Новиночка, такая концепт-модель, так что даже Володя Ефремов очень загорелся Искандером, он даже приехал сюда. Мы сейчас планируем еще один проект бань, и скорее всего в этой бане будет как раз Искандер стоять. Я думаю, что там будет прям вообще самое интересное. Здравствуйте, друзья! Мы находимся на выставке салон Каминов 2022. Здесь по традиции центровой стенд у компании Технолит, на котором представлено невероятное количество банных печей, изготовленных из чагуна. И сейчас Александр, мой коллега, нам расскажет, что появилось нового в этом году, и расскажет о том, что нас ждет необычного летом этого года. Саш, я вижу, что-то такое монументальное здесь представлено. Это что такое? Да, это новиночка, такая концепт-модель. Мы ее сейчас запустим в серию, она вошла прям. Ну а тут не нравится, чем это понятно. Первый раз мы ее собрали здесь, и по той облицовке еще никто не видел. Мы все экспериментировали с облицовкой из кирпичей, ну, кирпичи не в смысле... Классические. А из природного камня, из тех же, с которых мы облицовки сделаем. И вот мы и решили сделать из кирпичей, которые отделаны рваным камнем. Это талька-магнезит финский, толщина 80 миллиметров. Рваный камень дает вот такую замечательную красоту. Так, принцип действия стандартный. Там внутри находится модель Гром-80, которая и тепла, и жару даст, и пару. Самое главное, в неограниченном количестве. Поддух через... ну, для нагрева помещения находится через низ. Заслоночки открываются, и возникает конвекция. То есть протяжка воздуха через печи, между облицовкой и печью. Когда мы закрыли, у нас штиль, мы только открываем дверцу для подачи пары. Дверцы, кстати, тоже на УЭС-Трит. Сколько это? Да! Ого! А здесь ее специально сделали стеклянной, для того чтобы... Да-да-да, это вот такая дверца. Мы сначала тоже поэкспериментировали, людям понравилось. И вот эта дверца, она будет серийной, осталось только детальки доработать. Принцип замочек, закрывание, открывание. А идея, кстати, очень интересная. Потому что через стекло... Ну, здесь я тоже понимаю, жаростойкое стекло стоит, да? Через стекло тоже очень много тепла идет в парную. Поэтому интересно, интересное решение. Ни у кого-нибудь. Наоборот, мы надеемся, что не будет много тепла теряться. А, теряться, да? Ну, наоборот, сделать камень потолще, чтобы тот жар, который дает печь, оставить его там внутри, не пускать его в парную. В парную нам нужно, ну, градусов 50-60 и много-много пара. А кому нужно прям жар, то, да, можно открыть дверцу, открыть снизу заслоночки и 100 градусов за несколько минут обеспечить. Александр, у нас в Сибири в магазинах Форнакс все-таки больше популярность имеют печи, рассчитанные на бане среднего объема и даже, можно сказать, чуть менее среднего. Ну, в пределах 20, максимум 30 кубических метров. В ассортименте у Технолита какие печи есть? На этот объем есть и наши основные печи, это и Гроза 18, 24 кубы, и даже Гром 30, самый маленький у нас, на 30 кубов максимально рассчитывать парную на 20 кубов можно ставить. Но мы с тобой как раз идем к стенду, где находятся печи более бюджетные, более компактные, но с сохранением того же принципа. Это нагрев массива чугуна и получение пары с него. Ну, вот, друзья, мы переместились на стенд Авангард, это зонтичный бренд компании Технолит, можно так сказать? Ну, чтобы и так сложно объяснять, чем одна отличается от другой. Мы уже показывали, даже ролики снимали, что это отличается формой. Чем отличается круглая форма от формы, там, бронетельная или квадратная. И решили, что вот отдельно мы это сделаем, чтобы меньше-меньше купить. Но здесь как раз находятся те модели, которые вот более компактные и более бюджетные. Глядим, со мной, это печь Авангард, рассчитанная на 24 куба парного помещения, максимум. И чуть-чуть постарше печь Авангард 30. Они здесь, по слову, не закрыты каменькой, а можно и без нее. Правильно? Если она будет еще сходить. Ну, здесь, конечно, такая модульная конструкция, которая позволяет, в принципе, много что делать с печью, я так понимаю. В модульной конструкции можно наращивать и объем топки, если вдруг не хватило мощности печи, можно увеличить объем именно, куда мы дрова закладываем. И вот данные кольца, если они соединяются, можно набрать побольше высоту и сделать более объемную каменку. Если хочется больше теплоемкости, именно заряды для получения пары. А как быть с сеткой, допустим? Сетку можно тоже модуль секции докупить отдельно? Либо же это все-таки больше под вариант под обкладку? Это уже будет вариант под обкладку. Сетка рассчитана на одно дополнительное кольцо, если человек хочет докупить, еще на второе. То есть максимум на два дополнительных кольца у нас рассчитаны как облицовки, так и сетки серийные. Мы думаем делать какие-то модули именно для сеток, чтобы тоже можно было наращивать. Но если человек хочет прям совсем высокую, обычно у него своя идея есть, которую он может реализовать с помощью нашего продукта. Ну действительно, надо не забывать, что мы наращиваем большой объем камней, у нас пара испаряется, а основной пара испарителей это все-таки каменка прямого нагрева. Мы ее называем даже не каменка, а парообразователя прямого нагрева. И надо тогда, чтобы вода подходила до нее. Поэтому мы можем помочь уже воронки с подающими трубками, которые можно на самой глубине. А круглая конструкция печи подразумевает то, что верхний модуль можно поворачивать в сторону? Ну и для удобства пользования. Да, да, да. Самая первая серия, мы ее много даже не выпускали, таких моделей из Кандер, а дымоход находился по центру. И там крутить, не крутить, ничего не менять. А, но здесь еще к переднему краю печи? Более эффективно получилось сгорение, ну там уже технические вещи. Но теперь мы каменьку можем поворачивать и сменять ось дымохода. То есть это дает маневр при монтаже, в случае необходимости перекрытия? Да, ну да, если вдруг попали, главное в перекрытие можно всегда сдвинуть в дымоход. А пламя газитель у нас также сдвигается рассекатель из плавения, в котором глухая часть будет находиться всегда под дымоходом, чтобы печи не стало прямоточной. Слушай, удачное решение, мне кажется. Но, наверное, самое интересное еще впереди нас ждет. Ну, из интересного я бы очень хотел показать вот такую облицовку. Слушай, очень необычную. Собрание этажа из кирпича, в данном случае это из змеевика. Все четыре камня, которые мы используем, природное изготовление облицовок, мы все и все будем делать вот такие модели облицовок. А напомню, какие камни вы используете? Мы используем это финский талькомагнезит, самый лучший камень, карельский талькомагнезит, уральский змеевик и серпентинит, либо перапсенит его называют, что он тоже в Карелии добывается. И еще одна новая облицовочка. Ух ты! Более скругленные формы набираются вот такими ламелями. Очень плотные соединения, где-нибудь от ущелей. То есть это полноценное облицовок, посвященное в 40 миллиметров. Ну вот такой красивой формы. Слушай, очень необычная. А самое интересное, наверное, хотел узнать про новую модель печи. Называется она Искандер. Она находится чуть дальше. Это самая бюджетная печь, которую мы на сегодняшний день производим. У нас уже готова модель на 25 кубов. И буквально в очень ближайшем времени появится модель на 18 кубов. Еще более компактная, еще более бюджетная. И эта печка настолько по своим характеристикам, теоретически у нас хорошо подходит в эту нишу. Так что даже Володя Ефремов, который использует для серийного производства свои пани, печь Гроза 18. Он очень загорелся Искандером. Он даже приехал сюда, чтобы здесь побыть. Я думаю, даже он тебе лучше расскажет про эту модель, потому что он прям хочет ее забрать и использовать ее. Ну, он, наверное, хочет даже вон ту печь, которую установлены на выставке, забрать с выставки и увезти ее в свою Ефремовскую баню. Это, да, уже договорились, он будет ее испытывать, чтобы потом он смог честно говорить людям, что он ее знает, как она горит, какой пара она дает. Отлично. Ну, давай найдем Владимира. Пусть он нам расскажет о своих эмоциях, о встрече с этой печкой. Друзья, на стенде Авангард мы встретили Владимира Ефремова, того самого создателя знаменитых Ефремовских бань, который подбирал себе для новой бани печку. Так? Ну, мы сейчас планируем еще один проект бань, кроме Ефремовских. У нас там будет достаточно такая эконом-линейка бань. Пока материал изготовления бань в секрете держим, как изготовим, буду показывать. И, скорее всего, в этой бане будет в стандарте, так же, как в Ефремовской бане идет гроза 18-й, в облицовке президент, там будет стоять Авангард. Пока я не знаю, будем ли мы дополнительно увеличивать его кольцами, но посмотрим, потестируем, исходя из кондиций, которые будет выдавать. Но, скорее всего, там будет как раз истандарт стоять. Как тебе вообще эта печь? Мне нравится, что ее можно модернизировать очень сильно, как увеличить топку на несколько колец, так же ее увеличить кольцами сам заклад каменки. А пушки дадут воду и на низ каменки, где будет максимальная температура, и на верх каменки, где камни будут менее горячие, и можно будет паром играться, делать разные виды пара. Ну и помимо этого, пообещали, что появится еще облицовка, такая эконом, вот типа вот такой, как на Авангарде. В ламелях? Да, вот в таких вот маленьких ламелях. Так что, возможно, в дальнейшем еще на ней будет облицовка из камня. А то, что нет такой возможности, как у Авангарда, двигать дымоход в сторону, ничего страшного? Здесь расстояние достаточно большое сделали. Такая стенка достаточно редкая бывает у людей, чтобы просто вот без дополнительного блока поставить. Когда мы сделаем дополнительный блок, у нас дымоход достаточно хорошо уходит. Ну, тут нужно понимать тогда сочетание цены и функционала. Если Авангард стоит там за соточку, то эта печка, вот эта вот стоит 45 тысяч, а та 58 тысяч. Ну, нужно на чем-то сыграть. Ну да. Ну, а в принципе, по кондиции пара, мне кажется, вообще проигрывать не будут Авангарду. Ну, я вам сейчас секрет маленький покажу. Вот это вот 26 миллиметров. Вот так. Ой, да, миллиметров. А вот это вот, это мы к Авангарду подходим. Вот это, если не ошибаюсь, 18 миллиметров. Или 20. Там даже толщина чугунной плиты вот этой вот верхней больше, чем у Авангарда. Но у Авангарда есть, конечно, вот эти вот стаканы, и они увеличивают массу самого чугуна. А здесь за счет огромного количества шишек, которые можно установить, можно его также увеличить. И это, грубо говоря, топ-опция, которую сначала взяли 8 шишек, потом взяли еще 6. И установили туда 12 шишек, или сколько, 14 получается. И не заморачивайтесь, мне, по-моему, как-то сюда 7 шишек. В общем, эта печь дает возможность не только установить ее в бане, вот так, как есть, как она продается в магазине, так же и смодифицировать ее под себя. Под себя, конечно, под размер правильного помещения, увеличив топку, увеличив каменку, с ней поиграться очень можно много всего. Я поэтому у себя сейчас грома 30-го и продал, потому что с этой печкой много, мне там расписано уже, что я с ней хочу сделать. Сначала будет увеличена, по-моему, топка, потом будет увеличена каменка, потом будем добавлять различные закладки вовнутрь каменки, делать различные пушки вовнутрь каменки, делать трубу из нержавейки, смотреть, как передается тепло на камни, ставить чугунную трубу, кстати, они хотят сделать еще короткую трубу сюда, чтобы варфак помещался. Ну, а потом, возможно, кирпичом облицуем, или облицовка появится, облицовку поставим. Нет желания перейти к топке печи непосредственно из парной? Тем более, эта печь дает такую возможность? Можно туда плену на канал? Особо нет в своей бане, я не хочу печь, как-то пить из парного помещения. Эта лишняя грязь все равно какая-то, которая в парной помещении несется, меня вполне устраивает, как на ты воздух вообще. Не вижу никаких сложностей. Мне кажется, наоборот, сложности для их парного помещения. Тем более, больше, мне кажется, это все-таки делают для того, чтобы печка работала как вентиляция, вытягивала. У меня вполне достаточно вентиляции баста, которая у меня стоит. Зачем велосипеды заплетать? Ну, точно. Ну, что ж, я думаю, что у печки довольно большое будущее. Да я тоже буду. Будем следить за тем, когда она появится в продаже уже официально, во всех мощностях. Так она вроде уже появилась? Я имею в виду, что да. В магазинах ее еще нет, и нет еще младшей версии. Я так понимаю, будет она изготовлен. Ну, тогда это, наверное, вообще будет бомба. Мне интересно, что она по цене будет. Если эта 45 стоит, то младшая, наверное, вообще в районе 35-40 тысяч. Я думаю, что там будет прям вообще самое интересное. Печка будет такая для тех, кто любит помыться и иногда попариться. Но больше, наверное, все-таки для деревенских и каких-то садовых банков. Что ж, Владимир, спасибо большое. Успехов в банестроении. Ну, а к нам заходите почаще на farnax.ru для того, чтобы не пропустить появление новинки в магазинах. До новых встреч. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова